Добрый вечер всем. Приятно, Юра, спасибо огромное за приглашение. Осень. Юра мне сказала, надо тут пару веселых таких вот. Но я как начал смотреть в своих песнях, веселых-то я и не нашел, потому что осень — это пара грусти, тоски. Есть зарисовочки маленькие, я вам сейчас их покажу. Вот, и первую песню я хочу вспомнить. Эта песня называется «Ночью осенней вальс». Я ее так назвал. Но в пора дождей настало, позади осталось лето. Что-то вдруг не так все стало, все покрылось серым цветом. Это осень свой шикарный на себя наряд надела. И не обходит очень смело все владения своих. А шалун, солетный ветер, как ребенок разгулялся, Все дал бы я на свете, если б с детством повстречался. Ты скажи мне, слышишь, осень, может, видела и уроты. Я оставил бы заботы, гостья к нему сгонял. Детство вдаль давно учалось, а за детством послед юность. Только старость лишь осталась, как смешно, но все взгруснулось. Все уйдем мы в мир покоя, оттуда нет возврата. Я не знаю, но когда-то замолчит моя струна. Воздухом дышу пьящим сигаретам догорает. Меня нежным и манящим осень взглядом провожает. Ты умой меня дождями, засыпай своими с твою. Только рядом будь со мною, осень милая моя. Ты умой меня дождями, засыпай своими с твою. Только рядом будь со мною, осень милая моя. Лист последний опадает, а вокруг дети. И мелодию играет музыкант с седой на флейте. Он выводит ее плавно, отчего душе теплее. Ты играй, старик, смелее, не окликну я тебя. Ты играй, старик, смелее, не окликну я тебя. Ну как, я в начале сказал, осень это пора тоски. И каждый сидящий в этом зале, он проходит этот экзамен между собою и злой старухой под названием «Тоска». Вот об этом песне. Вот этот экзамен я тоже когда-то прошел и прохожу. Потому что люди, пишущие, обязательно с ней встречаются. Как ни крути, песня «Тоска». Осыпаются надежды, как листва порой осенней. Чаще хочется покоя, тишины. И глаза глядят устало, и в душе полно сомнений. Снятся по ночам одни и те же сны. Я один в уютном доме, в доме тепло и сухо. Телефонного напрасно жду звонка. Иногда заходит гостья, странновалая старуха. Имя этой гости – «Серая тоска». Жизнь проходит постепенно, Медленно, как свечка, таю Не идут друзья, но чья же в том вина Так вот за старую сквернули Вечера я коротаю Что поделать, коль пришла она За столом сидим на кухне Мирную ведем беседу Балуемся с нею горько иногда А под утро моя гостья Встанет и уйдет к соседу У нее с ним тоже общие дела Всегда одно и то же кино Я к этому привык давно Всегда одно и то же кино Я к этому привык давно Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да но она мне очень близка и дорога. Дело в том, что у меня есть друг, который прислал однажды историю. Я ее сейчас всегда исполняю. Почему? Потому что это общая песня между мной и моей супругой, которая находится в этом зале. Песня называется «Волчьи глаза». Однажды мне историю прислал одноклассники мой товарищ и очень подробно все описал. Я прочитал и просто обалдел. Он спецназовец, служил в Афганистане. После Афгана пришел домой, значит, и поступил в охотничий клуб. Стал лучшим стрелком. В Афгане он был снайпером. И вот ту историю, которую он мне писал, нас с супругой поразило. Супруга написала текст, я написал музыку, вышло что-то а-ля Высоцкий. Вот выношу на ваш суд песню. Это реальная история, ребята. Песню «Волчьи глаза». Песня. 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 Только молчи глаза, как природа сама, Мудрость жизни с душою Монако. Владимир Май, давайте еще раз аплодируем. Будем всегда рады.